Что такое аборт? Это прерывание беременности. Прерывание беременности, оно может быть как в результате болезни, патологического акта, травмы, а также предумышленное прерывание беременности. Каковы же законы Торы и каковы мнения людей? Я еще раз скажу, что я вам буду говорить разные мнения разных евреев. Сколько евреев, столько мнений. Мое личное мнение, то, что с того момента, как яйцеклетка оплодотворена, это что? Человек. И всякое уничтожение человека, это есть убийство. Хорошо. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но опасности не будет, то тот, кто ее ударил, наказывается выкупом, какой наложит на нее муж этой женщины. И он платит через судей. Если же окажется опасность, то отдай душу за душу. Так. Исход. Шмот. 21. Дробь. 22. 23. Значит, ситуация. Кто-то ударил беременную женщину. Предумышленно или непредумышленно, да? Она, скажем, сделала выкиды, что есть аборт произошел, да? Она выкинет. Но опасности для ее жизни не будет. Значит, что же делать с этим человеком? Побить его камнями? Видите? За убийство предумышленное побитие камнями. За непредумышленное убийство, да, так сказать, высылка в города определенные. А здесь получается, как будто бы ценность плода меньше, да? Чем взрослого или рожденного ребенка. Но если, значит, с женщиной что-то случится и будет опасность жизни, если она в результате кровотечения, допустим, умрет, то отдай душу за душу. То есть, вот такое. Ну, значит, если ее убили, и его должны убить убийцу, да? Значит, отсюда видно, что Тор как будто не придает плоду статуса человеческой жизни. Иначе бы за наказание, за убийство плода было бы убийство. Вот. Поэтому некоторые равенны считают, что аборт не является убийством. Почему? Дело в том, что не всякий плод он доживает до того, чтобы родился ребенок, да? Не всякий ребенок выживает до такого состояния, чтобы он был взрослым. И раньше, когда медицинские были хуже условия, да, это часто очень было. Часто женщина не могла родить или рождала мертвых детей. Да? Вот. И возникали такие проблемы. Или такая проблема, когда женщина рождает, но какое-то происходит в этом патологии, и нужно решать, есть такие способы, когда нужно вынуть плод кусочками, по кусочкам. Вот. Если кесарево сечение, хорошо, но бывают такие случаи, когда плод так застревает, что никакое кесарево сечение уже в этом случае не поможет, да? Вот. Значит, если плод мертвый, тут проблемы нет, правда? А если плод еще живой? Плод живой, кесарево сечение делать нельзя. Значит, родить женщину естественным путем не может. Идет кровотечение. Вы знаете, да, кровотечение абсолютно является показанием для немедленной оказания медицинской помощи. Что же тогда делать? Значит, если у женщины тяжелые схватки и ее жизнь в опасности, зародыш разряжают в утребе и вытаскивают по частям, так как жизнь женщины ценнее жизни зародыша. Но если большая часть младенца уже снаружи, нельзя его убивать, ибо нельзя отдавать одну часть жизнь на другую. То есть, если младенец уже чуть-чуть и должен родиться, да, надо его вытащить щипцами или другим способом. Надо его вынуть. Так говорит Мишна. Мишна. То есть, что более ценно? Жизнь женщины или жизнь в плодах? Жизнь женщины более ценной является. Но это только в том случае, если нет выхода. Если есть возможность сохранить обоих, то без угрозы для жизни, добавляет Мишна, такие действия непозволительны. Без угрозы жизни такие действия непозволительны. Хорошо. Вот еще странное заявление. Мишна. Арагбин 1.4. Если женщина осуждена на смертную казнь, и после внесения вердикта оказалось, что она беременна, мы не хотим, чтобы она рождала. Ее надо казнить немедленно. Значит, если женщина осуждена на смертную казнь, и обнаруживается, что она беременна. Если мы казним женщину, мы фактически казним двух людей. Один из которых не виноват. Но данная Мишна, я считаю, что это неправильная Мишна. Она говорит, ну а почему же все-таки так говорит эта Мишна? Потому что, если, допустим, женщина будет рожать, потом будет она выкармливать детей и так далее, но есть вещи, за которые смертная казнь полагается, будет ли женщина спокойно ждать эту смертную казнь? Знаю, что через год ее казнят, к примеру. Вы знаете, что считается проявлением жестокости? Казнить нужно по еврейским законам в тот же день, когда вынесен приговор. Вот есть такие случаи, люди приговорены к смертной казни, и они 3-4 года ждут смертной казни. Это очень страшно и очень мучительно. В таких случаях, я считаю, либо оправдывать надо человека, либо приговаривать по жизненному заключению, но не к смертной казни. Потому что он уже, знаете, свой страх уже пережил. Нужно в таких случаях менять. Да, поэтому тут тоже своего рода забота о женщине, чтобы избавить ее от лишних страданий. И с другой стороны, ребенок без матери, в особенности в условиях 1-2 века нашей эры, у него было очень мало шансов, что? Выжить, да? Если бы, допустим, он родился, и женщину сразу казнили бы после родов. Поэтому это был суровый закон, и я считаю, конечно, неправильным. Но я хочу, чтобы вы знали разные мнения. Потому что будет у вас и антисемиты, будут и другие люди, которые будут говорить, что вот в Талмуде говорится так. Но вы должны понять, что в Талмуде нет законов, а есть что? Размышления, да? А Галаху кто должен составлять? Да? Община. Община, да? Галаху. Как принято. Вот. Я считаю, что во многих странах таких случаях либо женщину оправдывают, да? Либо смещают ей приговор. Но приговор всегда приводился в исполнение на следующий день, так как равен и считали, что промедление будет пыткой для осужденного. В древнем мире были такое обычае, называется инфантицид. Инфантицид. То есть убийство ребенка. Например, по римским законам отец мог признать своего ребенка, а мог убить его. И это не являлось преступлением. Инфантицид. Часто вот слышали, что дочь старухи и дочь старика, и вот этот старик завез эту дочку в лес. И там морозка добрый пришел к ней, подморозил ее там слегка. После чего она получила кучу подарков, вернулась, да? Знаете, такие сказочки. Они основываются на реальных фактах. Потому что были голодные годы, и когда много детей, надо было кем-то пожертвовать, чтобы остальные были живы. Что делали с этими детьми? А чаще голод когда был? Летом или зимой? Зимой. Их просто отвозили в лес, привязывали к дереву, и там оставляли. Ну, привязывали, чтобы обратно не прибежал, да? И все. И вот так часто это с кем делали? С мальчиками или с девочками? Девочка считалась менее ценной, потому что мальчика больше убивали на войне, и так далее, да? И женщин было больше, чем мужчин. Поэтому в основном девочка, вот такую снегурочку, она, естественно, замерзала, и вот эта мертвая, так сказать, девочка, и ей поклоняется у нас. Просто люди не знают, чего они творят. Правда? Но были такие обычаи? Практически у всех народу такие обычаи были. Но у евреев, да, святость была. Святость, если ребенок родился. А вот если не родился, опять-таки проблемы. Или такой вопрос. Беременная женщина обращается в иудаизм. Да? Считайте ребенка евреем. Но если вот вы сейчас, и ваша мама стала иудейкой, вы еще равно не еврей, да? Если мама ваша еврейка... Так, я вам этот фильм... Я вам дам. Родился на кухне, да? Смышлась этот фильм. Смотрели это? А женщины итальянки и неизвестного отца. Я вам дам этот фильм. Смешной. Вот там они точно рассуждали, как евреи по Галаке рассуждают. Мне такие понравились их. Рассуждения глотические. Итальянец, он или француз, да? Вот. То если женщина еврейка, и рождается ребенок, он то. Еврей. А если она во время беременности прошла ги-юр? Да. Значит, когда беременная женщина обращается в иудаизм, ребенок, который рождается после этого, считается евреем. И ему не нужно проходить ги-юр. Но если она приходит ги-юр после рождения ребенка, то ребенок, даже если ему один день от рода, не считается евреем. Есть еще такое мнение. Эмбрион считается просто водой до 40-го дня беременности. То есть, получается, что аборт до 6-й недели беременности не запрещен вавилонским талмудом Евамот-69. Но, я еще раз говорю, это различные мнения. Я лично считаю, аборт допустим только в тех случаях, когда что? Вопрос идет в защите жизни матери, да? В защите жизни матери. Хорошо. Женщина отличается от матери земли тем, что не обязана растить семя, посаженное в ней против собственной воли. Так говорил рабе Давид Фельдман. И что она может вырвать семя незаконно посаженное. О чем говорится о семени незаконно посаженной? Если ребенок рождается в результате пролюбодеяния или изнасилования, да? Вот. Опять-таки, это личное мнение рабе Фельдмана, который жил в 19-м веке. И тогда, в работе, часто были погромы, да? И возникали вопросы. Если женщину изнасиловали, она забеременела, сохранять ей плод или нет, да? Вот. Но, вообще, еврейская традиция говорит, что нужно сохранять и воспитывать его как еврея. Значит, есть три взгляда на аборты. Консервативный, ортодоксальный и реформистский. Ну, ортодоксы, вы сами понимаете, они против всяких абортов, да? Реформисты более демократичны, а консервативные занимают среднюю позицию. Раби Давид Фельдман, тот же самый, говорит, если была вероятность, что ребенок может родиться с дефектами, и мать хотела сделать аборт из жалости к ребенку, жизнь которой не будет нормальной, то аборт, значит, что? Разрешается. Аборт из-за потенциальной патологии у ребенка был необходим из-за возможности тяжких душевных страданий матери. Плод – это неизвестная будущая потенциальная часть. А мать, известно, существует, живет и просит сочувствия. То есть, если ребенку такие грозит, как синдром Дауна, болезни Тейсакса и другие генетические заболевания, то в таких случаях Раби Фельдман, представитель консервативного иудаизма, разрешал аборты. Разрешение абортов в случае инцеста или изнасилования. Значит, рождение неполноценного ребенка может повлиять на женщину, что причинит ущерб ее душевному аборту. Это Фред Рознер. Фред Рознер. Есть трое, уменьшающие присутствие Бога в мире и делающие весьма затруднительным исправление мира и утверждение Шехины, то есть Всевышнего Вселенной, заставляющие его оставлять молитвы людей без ответа. И последний из трех – это разрушитель плода в утробе, так как уничтожает создание Всевышнего и его работу. Плачет Дух Святости из-за таких отвратительных дел. Комментарий книги Загар на Шемот на исход. Комментарий книги Загар на Шемот на исход. То есть, один из трех, который Бог не прощает, это те, которые разрушают плод в утробе. Но я вам скажу, что благословен Господь Ишево Мессия, Он дает нам возможность прощения от всякого греха, и при любодеянии, и другого. Но если в дальнейшем мы эти грехи что? Не повторяем. То есть, если женщина делала аборты, она просто должна обязательно покаяться. Покаяться в этом. Она не должна совершать какие-то действия типа епитемии, но покаяние должно быть искренним. Но это отдельное покаяние, не просто Бог, я пришла к Иисусу, и ты мне все простил. Вы знаете, что занятия оккультной деятельности, убийства и такие вещи, которые серьезные, они требуют отдельного покаяния, конкретно именно в этом грехе. Хорошо. Значит, идея позволять аборты без всяких причин разрушительна для самой возможности жизни. Но при наличии такой причины, чтобы предотвратить бесчестие, либо тяжелое заболевание, Раби Бен Цион Узиэль в респонсах разрешает право на аборт. Хорошо. Ну, я считаю, еще раз говорю, что только при медицинских показаниях, да, вот, а если вы будете решать такой вопрос, будет ли ребенок умственно неполноценный или не будет умственно неполноценных, знаете, все равно ребенок рождается. И я не знаю, что эта личность дорога Богу. Правда, дорога Богу? И если мы начнем уничтожать умственно неполноценных детей, то тогда кто из нас может считать себя достаточно умным или достаточно полноценным? Да. То есть, мое личное мнение, что аборт допустим только если есть конкретная, непосредственная угроза для жизни женщины, да? Хорошо. Ну, все. На этом, я думаю, что мы сегодняшний... Продолжение следует...